Я приветствую вас на телеканале Нефтехим. Вы смотрите информационную программу события. В студии для вас работает Евгения Смоленкова. Вначале коротко о главном. Мы сделали хорошие санузлы. Большие, приемные и групповые. В Нижнекамске полным ходом идет реконструкция муниципальных учреждений. Мэр города Айдар Медшин в рамках рабочего совещания посетил все объекты. В силу мероприятий по уборке закрепленных территорий городских улиц приняли участие более 80 предприятий. В числе которых такие крупные городообразующие предприятия, как публично акционерное общество Нижнекамск-Нефтехим. Посадили 7 тысяч деревьев и кустарников, собрали 9,5 тысяч кубометров мусора. На деловом понедельнике подвели итоги санитарно-экологического двухмесячника. Алые паруса, азоль. Алые паруса, азоль. Алые паруса, паруса. Смена – это маленькая жизнь. В лагере «Юность» состоялся первый заезд отдыхающих. 31 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны. Согласно документу, воздушная гавань Нижнекамска отныне официально носит имя основателя городообразующего предприятия Нижнекамск-Нефтехим Николая Васильевича Лимаева. Безусловно, для всех нас, нижнекамцев, это знаковое событие. Символично, что это произошло в год 90-летия Николая Васильевича Лимаева. Человека, который является олицетворением и символом трудовой славы многих поколений татарстанцев. Николай Васильевич – неотъемлемая часть Нижнекамска, его становление и развитие. Мы гордимся, что Международный аэропорт Бегишево теперь уже официально будет встречать наших гостей с именем Нижнекамского символа Николая Васильевича Лимаева. Благодаря Николаю Лимаеву в марте 1965 года было открыто первое в городе профессионально-техническое училище номер 44, подготовившее за 36 лет своего существования тысячи квалифицированных рабочих. О легендарной личности Николая Васильевича и о его вкладе в становление нефтехимического гиганта и города на празднике, посвященном Дню Победы, высказался и советник генерального директора по строительству промышленной инфраструктуры Рафаил Григорьевич Глянц. Николай Васильевич стал директором нашего, будучи молодым человеком, в возрасте 33 года. Но уже тогда он был как государственный мудрый муж. Он понимал, что будет большой коллектив, что для людей нужно жилье, нужен культбит, нужны скверы, парки, улицы, дороги, озеленение. Все это взял комбинат на себя. На посту генерального директора Николай Лимаев проработал до 1985 года. Он был удостоен звания Героя социалистического труда за крупный вклад в создание крупнейшего, не только в Советском Союзе, но и во всей Европе, нефтехимического комплекса. Позднее он был приглашен в состав правительства СССР на должность министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. В Нижнекамске состоялось выездное рабочее совещание с мэром города. Комиссия осмотрела муниципальные объекты, где сейчас активно идут ремонтные работы. Парк и детский сад в селе Большое Афанасово, местный дом культуры и татарский драматический театр. К объезду присоединилась и наша съемочная группа. В этом году в рамках второго этапа реконструкции парка в Афанасово на его территории уже установили спортивные тренажеры и обустроили детскую площадку. Работы по облагораживанию продолжаются. Мы резиновые покрытия сейчас включаем в этот год. С методом, как я поставила, вот оно здесь. Реконструкция идет и в детском саду «Ручеек». Здесь капитальный ремонт не проводили с момента его основания. Более 50 лет. Как говорит заведующая детсадом Екатерина Слесарева, изначально помещение не было приспособлено под дошкольные учреждения, так как все комнаты были разбиты на маленькие кабинеты. У нас был полный демонтаж стен. В ходе ремонтных работ мы сделали хорошие санузлы, большие, приемные и групповые. У нас также получился хороший прачечный, административный блок, медицинский блок, пищеблок. После открытия детсада планируют запустить коммерческие услуги для детей. Массаж, курсы иностранных языков и продажу кислородных коктейлей. Распахнет свои двери для детей ручеек 1 сентября текущего года. Всего на капремонт из бюджета республики направлено 24 миллиона рублей. Татарстан профинансировал работы и по реконструкции местного дома культуры. Более 18 миллионов рублей. Это также первый капремонт с момента основания ДКМ в 1971 году. Здесь полностью обновят фасад, актовый зал, библиотеку, холл, обустроят новый многофункциональный кабинет для кружков и творчества. У нас два зала появляются новые. Это многофункциональный зал. Это у нас получается еще для досуга ветеран. У нас отдельный зал появляется, где могут наши хозяйки собраться. Именно такой активный зал будет для взрослого населения. Также будет отдельный зал, небольшой зал для коллективов. У нас четыре больших коллектива. Завершающей точкой рабочего совещания стал Татарский драматический театр. Сейчас работы на объекте выполнены на 50%. Идет утверждение дизайн проекта внутреннего помещения. Помещения все переформатированы. Сейчас ведутся работы по прокладке инженерных сетей, отделочные работы. Открыть драмтеатр планируют в конце ноября этого года. На реконструкцию изначально республика выделила 100 миллионов рублей, а затем добавила еще 45 миллионов. Кира Николаева, Марина Чернышкова, НМедиа. 192 тысячи жителей города и района этой весной приняли участие в уборке улиц. Всего на полигоны удалось вывести 9,5 тысяч кубометров мусора. Итоги санитарно-экологического двухмесячника озвучили сегодня на еженедельном совещании в мэрии города. Подробности о Гузель Вазиевой. Ровно два месяца было в распоряжении нижнекамцев, чтобы преобразить город. Одними из первых, кто вышел на уборку, стали нефтехимики. В силу мероприятий по уборке закрепленных территорий городских улиц приняли участие более 80 предприятий. В числе которых такие крупные городообразующие предприятия, как публично-акционерное общество Нижнекамск-Нефтехим, за которым закреплена самая большая по протяженности улицы нашего города, проспект Химиков. На уборку вышли 1470 человек. Во время санитарно-экологического двухмесячника не только убирали мусор, но и озеленяли территории. Так в городе посадили более 5000 деревьев и кустарников. Вместе с этим украшали улицы и цветами. Например, в канун 9 мая преобразили сквер Лемаева. Мы стараемся, чтобы здесь было очень торжественно, потому что это такое место, знаменательное для нашего предприятия, для нашего города. А торжественность придают обычно у нас красный красивый цвет. Поэтому мы здесь садим сальви и по краю это бордюрное растение цинерария приморская. Помимо этого, во время двухмесячника выявляли нарушителей природоохранного законодательства. Так было составлено около 300 протоколов и наложено штрафов на 675 тысяч рублей. По итогам республиканского конкурса, в котором учитывалось количество выявленных и устраненных нарушений природоохранного законодательства, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, проведение различных природоохранных мероприятий, активность населения, присоединившихся к акциям. Наш район занял второе место в своей номинации среди муниципальных образований с центром города. В конце выступления Айдар Медшин отметил, что несмотря на завершение экологического двухмесячника, необходимо продолжать активную работу по облагораживанию города. Программу продолжит оперативная сводка. Не переключайтесь. Житель Нижнекамска жестоко избил своего отчима. 53-летнего мужчину доставили в больницу из садового товарищества. У него диагностировали пневмоторакс и перелом ребер. Как удалось выяснить полицейским, побои потерпевшему нанес его 34-летний пасынок. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Он признался, что избил отчима во время пьяной ссоры. Мужчине грозит тюремный срок. Во Вьетнаме из-за заболевания поджелудочной железы умер уроженец Нижнекамска. Руслану Боговееву было всего 35 лет. По словам близкой подруги нижнекамца, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики не могли провести операцию без разрешения родственников, а связаться с ними не удавалось. Парень умер на больничной койке. По информации некоторых СМИ, Руслан занимался самолечением. И этим, вероятно, только усугубил ситуацию. В полицию обратилась 70-летняя Нижнекамка. Она сообщила, что два дня назад ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками пенсионного фонда, сообщили, что на нее наложен штраф, который нужно оплатить. В противном случае она лишится пенсии. Пенсионерка выполнила все указания аферистов и перевела на указанный имя счет 84 тысячи рублей. Вьется поиск мошенников, возбуждено уголовное дело. Вы смотрите программу «События». Для тех, кто присоединился к нам только что, я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамска и не только вы можете найти на сайте media.nknh.ru, а также в группе ВКонтакте. Подборка новостей на наших интернет-площадках вас приятно удивит. Ничего лишнего, только самое горячее и интересное. Мы будем рады вашим комментариям. А сейчас новости производственного сектора. Перевод с апреля по май были наработаны на промышленной партии МПК трех марок, которые были отгружены потребителям для амалагации. Задача на перспективу. Нефтехимики продолжают осваивать новые марки продукции. Уложили уже порядка третьей части трубопроводов. Важный этап в защите окружающей среды. Нефтехимики продолжают строительство химзагрязненного коллектора. Мы создаем аналог расчетной модели. То есть это математическая модель того, что на самом деле есть. От проекта до производства. Проектно-конструкторский центр Нижнекамск-Нефтехима решает задачи, необходимые для эффективной работы и безопасности всего предприятия. Задача на перспективу. В ходе еженедельного совещания руководители компании Нижнекамск-Нефтехим обсудили вопросы деятельности завода олигомеров и гликолей и новые, пущенные в работу установки по производству МПГов. Эти продукты служат сырьем для изготовления моющих и чистящих средств, косметики, фармакологической, лакокрасочной, металлообрабатывающей продукции. В связи с незагруженностью производства неонолов на одном из реакторных блоков завода олигомеров и гликолей было принято решение выпускать МПГ. По плану мощность производства должна составить 25 тысяч тонн в год. В марте месяца мы пустили в работу новое производство метаоксиполиэтилен гликоли, МПГов так называемых. В период с апреля по май были наработаны на промышленные партии МПГ трех марок, которые были отгружены потребителем для амалогации. Амалогация – это проверка продукта на соответствие всем необходимым требованиям. Кстати, прошла она успешно. Ответ от потребителей по качеству первой партии был положительным. При техническом перевооружении производства большое внимание уделили вопросам экологии. Все насосы герметичны. Есть специальное оборудование, в котором циркулирует вода, в результате чего в ней нейтрализуются пары метанола. Кстати, это не единственный проект, который реализовали в этом году на заводе олигомеров и гликолей. По сравнению с 5 месяцев 2018 года за отчетный период увеличился выпуск катализатора КДИ на 337 тонн. В конце февраля было пущено в работу новое производство мощностью 3000 тонн в год. На сегодняшний день мы ведем отладку технологического процесса для выхода установки на проектную мощность. На заводе начали выпускать катализаторы, необходимые для изготовления изобутилена и изопрена, из которых в дальнейшем получается каучук. Но и это еще не все. Совсем скоро на заводе завершится реализация очередного проекта. На прошлой неделе на завод поступил кристаллизатор твердых полиэтиленгликолей. После монтажа данного оборудования в июне месяце запланирован пуск нового производства твердых полиэтиленгликолей. ТПГ, как и МПГ, применяют в производстве различных моющих и чистящих средств в качестве стабилизатора, регулятора вязкости, антистатика или, например, смягчителя. Все эти нововведения четко вписываются в большую программу развития компании. Смотреть надо на дальнейшее развитие, по полному циклу смотреть и делать программу, что необходимо, чтобы выпускать уже новые продукты с другими кислотами, чтобы производить более высокомаржинальную продукцию. Укзель Вазиева, Кира Николаева, Марина Чернышкова, НМЕДИА. В январе этого года сотрудники акционерного общества Нижнекамскнецехим приступили к строительству важного объекта – нового коллектора химзагрязненных стоков – ХЗК-3. Это уникальная работа, поскольку она ведется в условиях действующих производств и под землей на глубине до 20 метров. Для реализации этого проекта используется самое современное оборудование. На сегодняшний день работа на стройплощадках в самом разгаре. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент. В начале этого года в акционерном обществе Нижнекамскнецехим приступили к реализации уникального проекта – строительству экологически безопасного коллектора промливневых стоков ХЗК-3. Эта дополнительная нитка коллектора свяжет промышленный узел Нижнекамского района и биологические очистные сооружения и станет своеобразной подушкой безопасности в случае необходимости ремонтных работ на пока единственном существующем коллекторе – ХЗК-2. На сегодняшний день в общей сложности уложили уже порядка третьей части трубопроводов на открытом и микротоннельном участке. Закрытым методом микротоннелирования коллектор прокладывает со стороны первой промплощадки. Открытый, то есть траншейный метод используют вблизи биологических очистных сооружений. Микротоннелирование не требует раскопки традиционных канав во время прокладки труб. Монтаж идет под землей на глубине до 15-20 метров путем горизонтального бурения уникальным оборудованием. Это позволяет свести к минимуму воздействия на экологию и привычную жизнедеятельность промышленной зоны и городских окрестностей. Также нефтехимики активно ведут работы по монтажу камер. Необходимы они для того, чтобы через них буровая машина производила раскопку земли для прокладки трубопровода. Всего таких котлованов по всей длине ХЗК-3 будет 66. А общая длина коллектора составит 15 километров. Над этой сложной задачей сейчас трудится порядка 80 человек и более 20 единиц техники. Данный коллектор необходим для улучшения экологических показателей. Это выбросов в атмосферу, загрязнение грунтовых, грунта и атмосфера также. Химкомбинат выполняет работу по строительству данного коллектора с этих точек зрения. Строительство новой линии химзагрязненных стоков обойдется градообразующему предприятию в сумму более полутора миллиарда рублей. Реализация этого масштабного проекта позволит компанию увеличить надежность системы транспортировки промышленных стоков и уменьшить негативную нагрузку на окружающую среду. Новейшие компьютерные технологии помогают людям выполнять свою работу быстро и качественно. Руководство компании «Нижнекамскнефтехим» делает все, чтобы идти в ногу со временем. В следующем нашем материале речь пойдет о проект на конструкторском центре акционерного общества. Его специалисты готовят рабочую документацию для строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов основных производств и вспомогательных служб. На вооружении проект на конструкторского центра современное компьютерное обеспечение. Рабочие программы регулярно обновляются. Одна из них – программа моделирования технологического процесса. Мы создаем математические модели существующих, действующих установок. То есть это расчетная модель, в которой все эти потоки есть, все есть их параметры, все аппараты есть. То есть мы, открыв вот эту модель, в этой программной среде, которой мы пользуемся, называется она у нас Aspen Technology. Это называется Aspen Highsis, Aspen Plus. Это программа и продукты, которые Aspen One Engineering, комплект называется такой. Когда нам надо создать какую-то модель, мы просто смотрим технологический регламент, допустим, всю эту схему, составы продуктов. И вводим их, и создаем аналог расчетной модели. То есть это математическая модель того, что на самом деле есть. Штат проектно-конструкторского центра на 80% состоит из прекрасной половины человечества. На их хрупких плечах лежит непростой груз ответственности. От работы отдела моделирования во многом зависит качество, производимой на заводах продукции. По этому направлению работают две девушки. В основной работе я занимаюсь расчетом теплообменного оборудования, как существующего оборудования, так и для установки новых аппаратов. Расчетом категории блоков. Вообще, я считаю, что расчет – это основа любого проекта, потому что от его точности, правильности выполнения зависит не только качество выпускаемой продукции, но и безопасность процесса, ведение процесса и наша своя безопасность. Я в основном занимаюсь моделированием схем рабочего процесса. Это берется технологический регламент, какой-то узел производства, собирается полностью от начала до конца, то есть отвода материальных потоков, и потом собирается вся материальная схема. По ней мы уже считаем аппараты сами, это теплообменные, колонные. За каждым проектом стоит практически ювелирная, кропотливая работа специалистов. Конечная продукция центра – это чертежи, расчеты, сметы, то есть документация, по которой выполняются строительные и монтажные работы на объектах предприятия. В проектно-конструкторском центре Нижникамск-Нефтехима разрабатывается семь базовых направлений по 40 маркам рабочей документации. Технологии, генеральный план, архитектурно-строительные решения, инженерные коммуникации, конструкторские чертежи и многое другое. Все это требует огромного потенциала и интеллектуальных ресурсов. В Международный день защиты детей в Нижникамске состоялся 23-й фестиваль детского творчества. Более 500 мальчишек и девчонок вышли на сцену Дома народного творчества. Праздник посвятили Году театра в России. Зрители смогли увидеть красочное действие, которое раскрыло разные грани театрального мастерства. В конце фестиваля назвали победителей. Бронзу взял 7-й детский сад с яркой татарской композицией. Второе место у 72-го садика, который повеселил зрителей танцевальным номером с маленькими кузнецами. А первую ступень пьезисала заняла команда Камско-Полянского детского сада номер 4. Гран-при завоевали педагоги и малыши из 90-го детсада, показавшие сразу несколько номеров. Отряду «Форпост» Нижникамск-Нефтехимы исполнилось 15 лет. В связи с этой знаменательной датой профсоюзный комитет устроил для нефтехимиков торжественное мероприятие с награждением. 16 человек получили благодарственные письма и подарки. Подробности в сюжете далее. Отряд «Форпост» Нижникамск-Нефтехима был основан 15 лет назад, в 2004 году, 2 июня. В данный момент в молодежном формировании числится 25 человек. Накануне днем награждали самых активных участников, а также тех, кто вступил в ряды отряда со дня его основания. «Форпост» не только охрана общественного порядка, а также наши сборные команды принимают участие в фестивале художественной самодеятельности и республиканской спартакиаде. Там, в принципе, наш «Форпост» один из лучших. Мы никогда не приезжаем без каких-то грамот, мест. По времени дело здесь сугубо добровольное, и поэтому товарищи находят время после смен, между сменами, после работы. Альбина Закирова выручает свой отряд и выступает на республиканской спартакиаде. Несколько раз занималась командой призовые места, а также добивалась успеха и в личных зачетах. Я пришла уже лет шесть назад, наверное. Вообще цель была, наверное, попасть в лагерь. Как бы это смешно не было, но это так. Почему в лагере? Мы каждое лето охраняем общественный порядок в лагере юности и олимпийц. Так как я спортсменка, мне это было интересно. С детишками, с тренерами, со всеми знакомы. Попала туда, работали целое лето. Свежий воздух, природа. Было очень интересно. И вас занесло? Меня занесло, да. 16 человек сегодня были награждены почетными грамотами и подарками. Пять человек получили благодарность от имени генерального директора публичного акционерного общества Нижнекамс-Нефтехим Азата Бекмурзина, а также денежную премию. Еще пять человек получили благодарственные письма от молодежной профсоюзной организации и фирменные полотенца. А остальные шесть человек благодарственные письма от управления по делам молодежи Нижнекамского муниципального района. Кирилл Темников, Ляйсан Саитова, НМЕДИЯ Привычная суета. Те родители, которые впервые отправляли своих чат, давали им свои наставления и выглядели слегка взволнованно. А мамы и папы, чьи дети были в лагере неоднократно, смотрелись на фоне первых непоколебимо спокойными. Они тоже знают, что юность – то место, которое делает их детей самостоятельными как минимум. И как максимум дает им возможность на целых три недели погрузиться в незабываемую атмосферу лета, дружбы, веселых игр, творчества и новых знакомств. Надеемся, что всю смену будет у нее отличное настроение, поправится здоровье, улучшится потенциал на следующий учебный год, найдет новых друзей. Мы очень надеемся. В лагере юности Телхала сама, когда была маленькая, очень хороший лагерь, очень экологичный, хвойный лес. Лагерь считаю очень важным этапом жизни у ребенка, так как навыки самостоятельности приобретаются, общество новое появляется для ребенка, они знакомятся со сверстниками и, конечно же, оздоравливаются на свежем воздухе. Все просто замечательно. Лучший лагерь юность может быть только лагерь юность, говорят подростки, а себя в шутку называют ветеранами отдыха, так как ездить сюда каждое лето. Еду уже четвертый раз в этот лагерь. Хорошие условия, хорошее общество, очень дружный отряд. Активный отдых, очень интересно, познавательно. И чтобы поехать отдохнуть, самое то. Я выбрала лагерь юность, потому что мне друзья говорили, что там очень весело и хорошие вожатые. Поэтому я тоже решил туда съездить. И надеюсь, мне тоже будет очень весело. Всегда какая-то движуха происходит, всегда какие-то интересные разные мероприятия. Ты помимо старых друзей находишь еще новых знакомых, общение, расширяется круг общения. И это очень интересно и запоминается. А некоторые основательно подготовились к заезду. Взяли с собой гитару. Какая свечка обходится без песен под нее. И репертуар соответствующий подобрали. Первая смена включила в себя 15 отрядов. Это мальчики и девочки с 2002 по 2011 годов рождения. Детей ждет шестиразовое сбалансированное питание, насыщенная культурно-развлекательная и спортивная программы. Но дирекция и педагоги подготовили для ребят и кое-что принципиально новое. В этом году у нас появилась игровая комната, где дети могут поиграть в настольные игры, поиграть в игровую приставку Xbox. Мы в этом году закупили, чтобы проводить турниры по FIFA 2018. Мы добавили какие-то новые кружочки. Но у нас есть глобальные изменения для всей смены. У нас будет стратегическая игра, которая будет растянута на всю смену, где дети должны будут заработать энное количество суммы нашей внутренней валюты, для того, чтобы построить огромный город, который будет производить сырье. Завод нужно будет построить, коммерческий отдел, который будет это сырье продавать. Ну и, конечно, все структуры, которые нужны для существования города. Как поется в одной песне, лето – это маленькая жизнь. И судя по тому, какая насыщенная и интересная программа ожидает ребят, целых три недели станут ее счастливейшей частью. Смена торжественно закроется 22 июня. А уже через три дня, 25-го, гостеприимный лагерь «Юность» вновь широко распахнет свои ворота для новой волны отдыхающих. Регина Нурмухаметова, Марина Чернышкова, НМедиа. Не успели заехать, как сразу попали на учения. Сегодня в оздоровительном лагере «Юность» прошло мероприятие по пожарной эвакуации. Дети и вожатые дружными отрядами показали, как нужно реагировать на ЧП. Сотрудники МЧС, в свою очередь, провели для ребятишек мастер-класс. Какой именно, расскажет наш корреспондент. Оперативно и сплоченно сработали дети на сигнал о пожаре. Правилами поведения во время ЧП вооружен каждый из них. Неудивительно, ведь в юности такие учения проводят регулярно. Ежегодно, каждую смену, когда дети заезжают в детское оздоровительное лагеря, проводятся такие учебные эвакуации. Они нужны для того, чтобы не только научить, а чтобы дети и персонал вспомнил, отработал некие навыки, потому что и вожатые, и тренера новые, в новых корпусах, чтобы знали, как дети реагируют, куда бежать, где запасные выхода и как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Несмотря на плохую погоду, ребята выстроились на улице вовремя. Старший инспектор еще раз напомнил им о правилах поведения при пожаре. Сегодня были проведены такие учения. Дети сами попробовали потушить огнетушителями. Как это сложно или не сложно, тяжелые или не тяжелые. Я думаю, что все остались довольны, получили массу эмоций. Практически каждую смену, даже каждую неделю мы проводим испытажи. И каждый в лагере и в Татарстане это делает. Мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы пожарная безопасность в детском лагере была на высшем уровне. Потому что это все-таки, так скажем, переочередной вопрос, потому что безопасность превыше всего. К слову, каждый корпус лагеря «Юность» оснащен всеми необходимыми средствами пожаротушения. Вожатые подготовлены к любым чрезвычайным ситуациям. А значит, дети в полной безопасности. Кира Николаева и Сулуха Физова, Леса Цаитова, НМедиа. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Встретимся в среду в этой же студии и в это же самое время. А для тех, кто не мыслит в своей жизни без интересных и горячих новостей, круглосуточно работает наш сайт медиа-нкнх.ру и группа ВКонтакте. Проблемы горожан, изменения в законодательстве, происшествия, культурные события Нижнекамской республики. Специально для вас мы собрали все самое интересное на одном сайте. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций, или у вас есть интересная информация, которой бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программа вела Евгения Смоленкова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!